В Краевическом музее открылись первые в новом году выставки, причем экспозиций сразу две. Одна посвящена традиционной русской культуре, народным художественным промыслам. Десятки расписанных игрушек и предметов, выполненных искусственными техниками Каргопольской, Городицкой, Дымковской. Вторая выставка посвящена отношению России и Норвегии. 2014 объявлен годом культуры. Именно поэтому первая после праздников выставка посвящена традиционным русским художественным промыслам. Краевический музей выставляет экспонаты из собственных фондов, которые сотрудники Бережно начали собирать еще в 60-х годах прошлого века. Есть и более современные экземпляры. Мы начали собирать коллекции от жителей города. Также сбором занимались сотрудники музея. Коллекция формируется и по настоящий день, и сейчас. Есть совершенно новые предметы 2000-х годов уже нашего столетия. Кахамская роспись, нарядные матрешки, Богородская резная деревянная игрушка, ну и, конечно, каргопольские поделки. Кстати, на выставке есть несколько пауканов. Это своеобразный русский кентавр, образ которого после войны восстановила архангельская мастерица Ульяна Бабкина. Всего у нас в музее около 2000 предметов декоративно-прикладного искусства. На выставке показываем около 300 предметов. Музей, видимо, решили ударно начать год и подготовили открытие сразу двух экспозиций. На первом этаже можно познакомиться с историей развития российско-норвежских отношений. Материал, расположенный на семи огромных плакатах, подготовлен совместными усилиями наших краеведов и коллег из музея Варангера. Рассказ начинается со времен еще скандинавских саг, когда впервые упоминаются отношения норвежских конунгов и русских князей, походы норвежцев на территорию Руси тогда еще, затем наши взаимоотношения времен поморской торговли, когда поморы ходили торговать в Норвегию, а норвежцы ходили ловить рыбу в Мурманское море. Период межвоенный, период холодной войны. Описания составлены сразу на трех языках – норвежском, русском и английском. Это тенденция последних лет. Кстати, нашим специалистам пришлось поломать голову, прежде чем адаптировать норвежский материал. Иностранные коллеги составляют тексты с небрежностью. Особое внимание здесь уделено знаменитой во всем союзе Киркенесской декларации. Обе выставки продлятся до середины февраля.